Поздравляю вашу команду с заслуженной победой. Сегодня ваши болельщики подтвердили статус лучших в Украине. К сожалению, сбылись все мои прорицания, которых я боялся больше всего. Ну, во-первых, в чистую проигран щит. В чистую. 60-43 с такими показателями не выигрывают. Раз. Второе. Ну, из них 23 на своем кольце. Второе. Мы были опять не готовы к зоне. Мы над ней работали всю неделю. Мы знали, что будет зона 2-3. Мы знали, что будет стоять в центре Аникиенко. Мы разбирали ее. У нас на тренировках шикарно получалось. Но, к сожалению, как только мы попадаем в ауру вашего зала, случается какая-то непонятная ситуация. Ну, 36-7 броски сами по себе. Из 36 больше 20 было свободных. И, ну, так, чтобы было понятно. Мироненко 4-0. То есть наши признанные снайперы Ауденко, Мироненко. То есть, к сожалению, сегодня не попал никто. И с этим связана вторая проблема. Опять же, еще раз говорю, подборы. И вроде как готовились к зоне, но абсолютно не справились. А-б-с-о-лю-т-но. Ну, и третье. Надо сказать о том, что концовка в этом зале может быть только при счете плюс 10. Я им сказал в раздевалке, будет плюс 10, все будет нормально. Будет меньше, вариантов не будет. К сожалению, три прорицания, все сбылись. К сожалению, не все отрицательны для моей команды, но трагедию абсолютно не делаю. Скажу у вас, хорошая, сильная команда. С ней надо считаться абсолютно всем. Ну, и тем интереснее чемпионат. Обратите внимание, все результаты. Очко. Три очка. То есть, в принципе, в каждой игре есть интрига. Я считаю, что для зрителей это оптимальный вариант. Что касается нас. Голубь пеплом не посыпаем. Исправим ошибки. И надеюсь, что в игре с Харьковом мы будем совсем другой командой. Скажите, вот, ну, я так понимаю, у вас амбициозные планы всегда. А вот, может быть, на команду как-то подействовало то, что она в лидерах, вот, вырывало какие матчи. Я не думаю, что в Одессе и в Южном там что-то... Было легче, да. Нет, нет, нет. Тут ситуация следующая. Сказать, что мы успокоились, нет. Каждый день, каждую тренировку я говорю о том, что мы еще ничего не выиграли. И каждый раз предостерегая вот от тех хвалебных ход, которые в последнее время все чаще слышатся, особенно среди наших болельщиков. Шесть, семь, а то и восемь команд очень близкие по уровню. Каждый может выиграть у каждой. То, что нам чуть лучше, чем остальным удался старт, ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем не говорит. Да, не хватает нам роста. Мы в этом направлении работаем. Нас покинул Нисимов по обоюдному согласию сторон. И мы теперь ищем ему замену. Пока вот эта дырка нам мешает. Но спокойности нет. Еще раз говорю, мы реально понимаем, что мы не фавориты. И то, что на данный момент мы занимаем одно из лидирующих мест, это просто, скажем так, где-то с течением обстоятельств, где-то удачная игра наших американцев. Хотя сегодня, вы видите, была не очень удачная. И к тому, что отдельные игры мы будем не только выигрывать и проигрывать, к этому надо относиться абсолютно нормально. В этой лиге это нормально для любой команды. Мне абсолютно беззазорно проиграть здесь, в Николаеве. Абсолютно. Тем более, что мы действительно играли хуже, чем ваша команда. С чем я вас еще раз поздравляю. Спасибо вам. До свидания.